Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Когда сыну исполнилось 6, я записала его на карате. Особых надежд не питала. Понравится, будет ходить. Не понравится, найдет себе что-то другое по душе. Косте понравилось. Сейчас ему уже 14, но занятия посещает исправно. В отличие от школы, даже не прогуливает. Бывает у них часто соревнования, кумите, спарринги на ринге. Я редко на них хожу. Костя уже взрослый, справится и без мамочки. Но в тот день решила сходить. Муж уехал в командировку, был выходной, а дома сидеть одной скучно. Первыми на ринг выходят малыши. Сначала в возрасте 6-7 лет, потом 8-9, потом 10-11 и так далее. Интереснее всего смотреть, конечно, на выступления старших парней от 14 лет. Средний возраст. Мальчишки от 8 до 9 лет. Призовые места могут занять только трое, а всего претендентов 20. И тут один из проигравших, высокий и довольно упитанный мальчик лет 8, падает на пол и орет так, как будто его режут. Хочу медаль, хочу кубок! Тут из зала выскакивает его мама. Очень похожая на сына. Такая же круглая, но довольно миловидная женщина и мчится к судьям. «Немедленно подайте моей деточке медаль!» Судья в первую секунду от шока теряет дар речи. «Он ни одного боя не выиграл. О какой медали может идти речь?» Женщина нахмурилась. «А если я ее куплю?» – спрашивает. «Так, покиньте зал», – побагровил тренер. «Он у нас человек с историей. Были у него очень громкие победы и не менее сокрушительное поражение. Напоминаю, действие происходит в переполненном зале при детях и их родителях». «Безобразие какое!» – возмутилась женщина. «Вот я мужу скажу. Он, между прочим, за эту школу платит неплохие деньги». Ее чадо продолжало валяться на полу. «Мама! Медаль!» Честное слово, малыши в супермаркетах за киндеры такие истерики не устраивают. «А я еще своим Костей была недовольна. Да идеально у меня сын. Ему бы и в пять лет не пришло бы в голову такое делать». «Поудивлялась я и смотрю дальше. На ринг выходит приятель первой истерички. Он проиграл еще быстрее, чем друг. И ситуация повторилась. Вопли – дайте мне медаль». Родители уже не могут сдержать улыбок, дети откровенно веселятся. «С этим парнем нет мамы, зато есть бабушка. И деньги предлагала. И затем пугала. Но судья, который от злости становился все краснее, не отступал. Медали только за победу». И тут со скамейки победителей поднялась девочка. Маленькая такая, лет шести, со светлыми косичками. Она протянула пацану свою медаль и, улыбнувшись, спокойно сказала «Держи, только не плачь, а я себе еще заработаю». На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.